А наш выпуск продолжается. Европейский парламент призвал к немедленному и постоянному прекращению огня в секторе газа. Данный призыв нашел отражение в 62-й статье соответствующего доклада Европарламента за 2023 год. Тем временем из-за сильной засухи на острове Теннессерифе власти готовы объявить режим чрезвычайной ситуации. Экстремальные погодные условия заставили местное правительство принять меры, чтобы гарантировать подачу воды в засушливые летние месяцы. Эти и другие новости в обзоре Международной хроники. Европейский парламент впервые официально призвал к немедленному и постоянному прекращению огня в секторе газа. Подготовленный на Генеральной Ассамблее Европарламента доклад за 2023 год о положении с правами человека, демократии в мире, а также политике ЕС был принят 265 голосами. Данный призыв добавлен в 62-ю статью доклада, согласно которому Европейский Союз, его государство, члены и межнародное сообщество призываются в частности к срочному и постоянному прекращению огня в секторе газа, чтобы обеспечить бесперебойный доступ к пище и воде для всех. Согласно статистике, число погибших в секторе газа палестинцев превысило 30 тысяч. Ещё более 70 тысяч человек получили ранения. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедерский Брейсюс в социальной сети, призвав сообщество выступить против насилия. Власти острова Тенерифи намерены объявить в режим чрезвычайной ситуации с водоснабжением. Причина – низкий уровень воды в местных водохранилищах из-за отсутствия осадков. Сильная засуха охватила сразу несколько районов материковой Испании и Канарские острова. Глава правительства Тенерифи Роса Давила сказала, что для острова это была одна из самых сухих зим в новейшей истории. Решение касательно введения режима ЧАЭС примут на пленарном заседании. Давила выразила уверенность в том, что все политические партии поддержат инициативу. По словам экспертов, острову грозят месяцы, а возможны и годы критической нехватки воды. По данным власти, по состоянию на 1 февраля водохранилища были заполнены на 34,6%, тогда как в то же время в прошлом году эта цифра составляла 52%. В палаты представителей Флориды принят закон, который запрещает лица младше 16 лет в штате иметь учётные записи в определённых социальных сетях. Сейчас законопроект направляется на рассмотрение губернатора республиканца Рона Де Сантеса. Губернатор добавил, что он работает над тем, чтобы родители играли роль в процессе принятия решения о том, должны ли их дети иметь доступ к социальным сетям. Каталонские фермеры уже несколько дней блокируют автомагистраль АП-7, основную трассу между Испанией и Францией, протестуя против несправедливой, по их мнению, конкуренции со стороны стран, не входящих в ЕС. Они считают, что к сельскохозяйственным товарам оттуда не должны применяться те же критерии, что и для стран-членов Европейского Союза, а также призывают Брюссель сократить бюрократические проволочки. В ближайшее время испанские и французские фермеры намерены провести на границе совместную акцию протеста.